Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Ирина Викторовна, серая врач-косметолог-дерматолог. Здравствуйте, Ирина Викторовна! Здравствуйте! Очень рада Вас снова видеть в нашей студии. Давайте сегодня поговорим об одной из частых причин, с которой обращаются в косметологическую клинику. Купероз и розация – одни из самых частых причин обращения к косметологу. И хотя и купероз, и розация характеризуются покраснением кожи, но при куперозе кожа не изменена, она гладкая, а при розации уже присутствуют изменения кожи в виде ее уплотнения, в виде воспалительных элементов на коже, гнойничков. Поэтому розация так часто еще путают с акне. Давайте тогда сегодня прям разделим две эти проблемы и разберемся детально. Что такое купероз? Отличительная особенность купероза – это как раз сосудистая сетка на лице, которая возникает при повреждении стенки капилляров. Как правило, купероз расположен на щеках, на крыльях носа, на подбородке. И помимо наследственных и аутоиммунных заболеваний, вызывающих купероз, провоцирующими факторами являются погодные условия и внешние факторы. Из погодных условий, конечно, это обморожение или перегревание, солнечные лучи, также влияние бани, сауны. Из других факторов – это алкоголь и курение, и чрезмерное употребление кофе. Если мы говорим о лечении, какие существуют методы? Основной метод направлен на удаление видимой сосудистой сетки. Это лазерное лечение и фотолечение. Также с успехом применяются инъекции мезотерапевтических препаратов, которые укрепляют сосудистую стенку, введение аутоплазмы, микротоковая терапия, электрокоагуляция сосуда. Ирина Викторовна, но вот все-таки купероз достаточно легко корректируется? Легко он справится с этой проблемой или каждый индивидуальный случай, он особенный и здесь от многих факторов зависит успех? Обязательно надо настраивать пациента, что все удаление сосудов, которые мы проводим в клинике, оно имеет временный эффект, скажу так. Поэтому нужно правильно сориентировать пациента, что с этим состоянием он некоторое время будет находиться, и периодически он будет обращаться к врачу для коррекции. Какие существуют методы профилактики этого заболевания? Ну, в первую очередь, конечно, это ограничение вредных привычек. Это алкоголь и курение, который напрямую влияет на сосудистую стенку. И, конечно, защита кожи во время осени, зимы, во время лета. Мы рекомендуем обязательно защитные средства. Это при проведении косметологических процедур исключение распаривания. Процедуры должны проводиться максимально корректно косметологически. Это исключение спиртосодержащей косметики, применение криотерапии, льда. Иногда люди любят умываться кубиками льда, мы объясняем, что это для них совершенно подходит. Я прям только хотела сказать, что иногда в домашних условиях мы пробуем на себе столько всего интересного и разнообразного, что не задумываемся о том, что это действительно может повредить нашей коже. Да, я с вами согласна. И также врач может назначить комплекс витаминов, которые укрепляют сосудистую стенку. Это, например, витамины К, Е и С. Также нужно применять косметику, которая также будет укреплять сосудистую стенку, которая содержит экстракты ромашки, экстракты арники, масло ши, жужуба, бисоболол, алантаин. Ну, в принципе, проблема понятная и методы лечения известны, эффективны, доказаны, поэтому бояться куперозы не стоит, просто нужно, наверное, вовремя обращаться за помощью к специалисту и не заниматься самолечением, что мы не устаём повторять из программы в программу. Абсолютно с вами согласна. Ирина Викторовна, а что такое розация? А вот розация – это уже хроническое заболевание кожи, которое характеризуется стойким покраснением лица и присутствием уже высыпаний на коже. Поэтому называется ещё, она имеет такой синоним – розовые угри или акне розация. Как клинически проявляется это заболевание? Розация имеет несколько стадий. Первая стадия – это как раз эпизодическая эритема и эпизодическое покраснение лица. Оно бывает в ответ на какие-то внешние, может быть, внутренние факторы, приём медикаментов. Например, во время мина паузы женщины начинают заболевать розация, влияние холода, ветра, бани, физического перенапряжения. Начинается покраснение лица. И постепенно покраснение становится всё чаще и чаще и приобретает уже стойкий характер. Затем этот стойкий характер ярко-красный становится синюшным оттенком. Это говорит уже о вовлечении поверхностных вен. И может наблюдаться уже отёк лица, чувство жжения, покалывания и шелушения лица. Вторая стадия – это уже стадия папула пустулёзная, когда начинается на фоне покраснения высыпание. Сначала они единичные, могут располагаться группами, постепенно захватывая всё лицо, переходя на волосистую часть головы, грудь и спину. В этот момент как раз начинается чувствительность кожи лица к солнечным лучам. И отёк сохраняется. Если в эту стадию лечения не производится, начинается третья стадия – фематозная, когда кожа очень на лице уже уплотняется, приобретает вид апельсиновой корки. И уплотняются даже некоторые части лица, например, нос, уши, лоб. Нос может увеличиваться в размерах, становиться синюшным, с просвечивающимися сосудами, так называемый шишковидный нос или ренофима. Также 20% больных розация жалуются на проблемы именно с глазами. Это может быть блефорит, конъюнктивит и в тяжёлых случаях, возможно, полная слепота. Какие существуют методы лечения и насколько они эффективны? Методы лечения многообразны. Многообразны – это лечение не только кожи лица, но и сопутствующих патологий. Активно применяются антибиотикотерапия, прирозация – это антибиотики тетрациклинового ряда, метранидозол. Из наружных средств мы применяем азолоиновую кислоту, также препараты метранидозола. Применяем препараты, укрепляющие сосудистую стенку, аскорутин. Применяем антигистаминные препараты при зуде, успокаивающие препараты для нервной системы – это пустырник, валерьянка. И, конечно, физиотерапевтическое воздействие – это удаление сосудов при помощи лазера и фототерапии. Ирина Викторовна, стоит ли прирозаться и придерживаться диеты? И если да, то какой? Это обязательно. Это обязательно. Прирозаться нужно обязательно придерживаться диеты, исключать, в первую очередь, консервированные продукты. Исключается алкоголь, исключается горячий кофе, чай, исключаются сладости. Отдаем предпочтение нежирным сортам мяса, рыбы, приготовленным на пару, крупы, кисломолочные продукты. Но диета, конечно, обсуждается индивидуально с врачом. Какую косметику необходимо использовать при розации? И от чего стоит точно отказаться? В первую очередь, косметические линии, косметические бренды сейчас много представляют косметики. Но мы должны обращать внимание, чтобы всегда стояла пометка гипоаллергенно и против купероза. То есть косметика должна быть максимально качественной, содержать средства, которые будут укреплять сосудистую стенку, опять же, это ромашка, это может быть огурец, сарника. Косметика наносится на лицо очень бережно, без растирающих, разминающих движений. И вообще, конечно, косметический уход лучше обговаривать со своим лечащим доктором. Какие существуют методы профилактики розации? Если у вас светлая кожа, склонная к покраснениям, вы уже должны для себя понимать, что возможно и развитие купероза, и развитие розации. Поэтому максимально убрать все провоцирующие факторы, если вы уже замечаете, что у вас есть проявление розации. И, конечно, всегда обращаться к специалисту, который максимально подберет вам и домашний уход, и назначит лечение, и даст рекомендации по профилактике, которые облегчат вам жизнь. Спасибо, Ирина Викторовна, за интересную информацию. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова